А карма их уже выполняет? Выполняет, да. А Жасмин сам себя не может запустить? Жасмин там чего-то... Нет. Жасмин там чего-то нет. Ран, да. Вам домашнее задание еще будет получше познакомиться с Жасмин опять же, и с кармой опять же. Но мы все равно посмотрим basic flow, как установить, настроить карму для того, чтобы работать в юни-тестах. Итак. Вам плохо видно, да? Карма при установке всегда не работает. Всегда пишет, что этот модуль невозможно установить. Сколько я не пробовал. Базовый ангуляр, ага. Это не руки кривые, это карма кривая. Конечно, конечно. Первым делом нужно поставить Node.js. А как ты карму пытался поставить, если нету Node.js? Как ты вообще пытался что-то поставить? Геминстал, ангуляры, в нем карма лежит уже в зависимости. Почитай, что такое NPM, зачем он нужен и как его использовать. И поставь его себе. Если... Так, подождите, а зачем NPM, если у меня гема, если у меня Ruby? Так ты рубист? Я? Нет, но сервер на Ruby. Так зачем у тебя тогда гема и твой Ruby? До одного места. Если ты пишешь на JavaScript, тебе нужен NPM. И тебе нужен Node.js. Оно не будет работать. Оно и не работает, да? Не будет работать карма, не будет работать какие-то штуки, которые работают с помощью Node.js, не будет работать вебпак, не будет работать галп, не будет ничего и работать. Да, поэтому для того, чтобы работать в вашу карму, я вообще думала, что этот пункт бесполезен, потому что он настолько очевиден, что его даже писать не надо. А он такой шок произвел. Вот так. Дальше. Создаем наш проект. Заходим в него, создаем Packages on. Это самый-самый basic flow. Затем NPM install save dev karma. Это поставит вам в ваш node-модуль с Package Karma и сохранит его в Package JSON как DevDependency. Что такое DevDependency? Зачем создавать Package JSON? Никогда не понимал. Потому что NPM install создает Package JSON. Ты куда писать будешь? Ты можешь там записать то, что ты хочешь. Я понял, как это было в Package JSON. Просто я всегда... Я не понимаю... Я не понимаю... NPM initial создает Package JSON. Это конфигурационный файл NPM. Там просто базовая информация о вашем проекте. Когда над проектом работает какая-то команда, больше одного человека, то у вас, скорее всего, будет привязка к системе контроля версий. В систему контроля версий. Заливаются файлы какие? 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 Кто может это сказать? Ну, в смысле? Все кроме NPM install? Папки NPM install нет. Кроме source, а только source. Позор. Только рабочие файлы? Только файлы, в которых вы пишете код. Да. А окружение не ли? И какие библиотеки, что-то external, что вы выкачиваете из интернета, ничего не ставится, вернее, ничего не добавляется в вашу систему контроля версий. Поэтому все, что нужно для работы вашего приложения, прописывается в Package JSON. Когда вы делаете NPM, вы ставите себе проект заново, например, вы новый член команды, проект до вас разрабатывался год, вам нужно развернуть проект. Вы выкачиваете его с GitHub, понятное дело, что оно не запустится, потому что нет external модулей. Для того, чтобы вам поставить external модулей, вы пишете NPM install. Что делает NPM install? NPM install открывает ваш файл в Package JSON, смотрит на зависимости, которые написаны в Package JSON и устанавливает все, что у вас там написано в вашем dependencies, в вашем dev dependencies, устанавливает это все. И только после успешной установки вы можете заранить ваш application. Вот так. А еще может не заработать, если нужно некоторые модули ставить глобально. Понятно, зачем Package JSON? Ну, и там в нем еще есть дополнительные поля конфигурации. Например, можно какие-то команды NPM записать. Например, для того, чтобы в Angular запустить тесты, нужно написать, там, по-моему, karma run, karma conf.js, что-то типа того. Для того, чтобы не писать эту целую болту, а иногда там еще некоторые флаги присутствуют, к какому режиме запускать ваши тесты, то есть уже вот такая штука получается. Вместо того, чтобы писать вот эту всю штуку, вы пишете параметры скрипт у себя в Package JSON. Например, вы пишете NPM test будет run вот эту команду. И так далее. И так далее. И так далее. Ну и плюс название проекта, его версия и так далее и так далее. Там много всяких разных полей. Понятно, зачем нужен Package JSON? После того, как вы пишете NPM install karma с флагом save.dave, оно добавляет в качестве DevDependency карму. карму. Чем отличаются DevDependency от Dependency, кто скажет? Ну, DevDependency прописывается, получается, в... Да, в DevDependency добавляются зависимости те, которые нужны вам на этапе разработки. То есть тестирование вам нужно на этапе разработки. Когда вы делаете билд, в готовом билде тестирование уже всё. Уже всё про тестирование, уже билд собрался. Там уже не нужен карма, например, не нужна. Дальше. Мы устанавливаем карма CLI глобально. Для этого нужно заранее... Я вам скину презентацию, потом внутрь. Для этого нужно сделать MTM-Stall, где карма CLI. Она устанавливает карма CLI вам глобально на компьютер. И затем нужно поставить плагины, которые вам нужны. В нашем промере мы будем использовать карма Jasmine. Это плагин для того, чтобы карма могла работать с Jasmine. И карма Chrome Launcher. Потому что юнит-тесты выполняются в каком-то браузере. Например, здесь мы ставим себе браузер Chrome. Это значит, когда мы будем запускать свои тесты, писать... Ран, карма, комп.js, что-то не помню, как оно точно пишется. Оно открывает окно Chrome в нашем случае и ранит все тесты в этом отдельном окне. Можно поставить, например, другой какой-то браузер. Можно поставить PhantomJS. Это браузер без внешней оболочки. То есть код там выполняется, но вы ничего не видите. Не открываются никакие окна, ничего. Это как раз такой браузер, который... Он самый менее ресурсозатратный. И его использовать удобно при юнит-тестах. Для того, чтобы заранить свои тесты, используют часто в PhantomJS. Насколько много тестов обычно на проекте, в котором вообще используют юнит-тесты? Ну, смотря какой проект, это раз. Смотря какая ответственность написания юнит-тестов, это два. В принципе, два фактора. Ну, там еще есть дополнительные факторы. Нельзя сказать, сколько, в принципе, юнит-тестов на проекте. Потому что есть проекты, которые 10 лет разрабатываются, и там никогда не писали юнит-тесты, там их ноль. Есть проекты, которые разрабатывают три месяца, и там каждый отдельный модуль покрывают 20 юнит-тестов, 30 юнит-тестов. И там их уже больше тысячи. Поэтому это нельзя так сказать. Все зависит от того, как проекты. Больше времени, чем я разработал. Юнит-тесты вы, скорее всего, будете писать нечасто. Особенно на ангуляре. Вот. Потому что я, когда работала на первом ангуляре, у меня только на одном проекте были юнит-тесты. И то. Покрытость там была такая. Это называется, нечего делать, но попиши посиди юнит-тесты. Потому что никто там не гнался за стопроцентной покрытостью проекты юнит-тестами. И юнит-тесты были плохие. Это те, которые я рассказывала вам в начале урока. То, что ты пишешь юнит-тест на какой-то модуль. Потом изменяешь другой модуль. А падают юнит-тесты вот этого модуля. Это нифига уже не юнит-тесты. Это что попало. И так такие юнит-тесты очень просто написать плохие. Потому что это значит, что у вас недостаточная изоляция на вашем либо проекте, либо вы плохо написали юнит-тест, плохо замоками. А, карма-старт. Вот. Окей. После того, как мы всю эту чепуху поставили, мы уже устали. Но еще не все. Теперь нужно карму заинитить. Для этого мы раним команду карма-инит-карма-конф-джес. После этого можем запустить свои юнит-тесты командой карма-конф-джес. Сейчас. Да. Вы заинитили. Оно куда-то что-то прописало? Сейчас. Сейчас это посмотрим. Так. Пример. Неправда. Это презентация. Так. Это открыто не то. Ай. Единственное. Беда. 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 Угу. После того как мы сделали карма и классика создается карма-конф-джес. Karma.com.js это конфигурационный файл Karma, там, где вы настраиваете, как будет работать ваш тест-райлер. Ну, то есть, как будет работать Karma, грубо говоря. Здесь, например, записывается Base Pass, фреймворки, которые вы используете, мы используем только JSMIN. Потом список файлов, которые нужно подключить для того, чтобы ваши юнит-тесты заработали. То есть, для того, чтобы юнит-тест заработал, мне нужно, как минимум, подключить Angular. Как минимум, подключить Angular.mox, который будет мокать в мои модули и так далее. Потом, как минимум, подключить исходный код, который я буду тестировать. И, как минимум, подключить исходный код тестов, которыми я буду тестировать исходный код. Здесь есть параметр файла, который мы хотим исключить. Препроцессоры нам здесь пока что не нужны. И браузер, в котором мы будем это все равнить. Это важно. Что? Важно прописать обязательно какой-то браузер. Да, конечно. Если вы, например, используете PhantomJS, то здесь пишите PhantomJS. Об этом больше почитаете уже на сайте кармы, потому что об этом уже долго расскажем. Что такое SingleRunFalse? Это если SingleRunTrue, то значит ваши тесты заранятся и выключатся. Если SingleRunFalse, то ваши тесты заранятся, потом вы сделаете какие-то изменения, а ваши тесты опять заранятся. Потом вы сделаете какие-то изменения, а они опять заранятся. То есть каждый раз, когда вы что-то изменяете, ваши тесты будут заново... Это как разменяется? В тестах или в коде. И там-вы там. Когда изменяется что-то вот в этих файлах. Это грубо говоря, у тебя есть тестовый сервер, который ты задаваешь с репозитория. Когда он только изменяется, он сразу начинает запускать тестовый. С репозитория тянет или есть локальная машина? С репозитория. Ну, у меня, по крайней мере, я пуш делаю, а у меня запускают свой тест. Ну, это у вас там... Это Continuous Integration. Это Continuous Integration running test. И оно, если юнитесты зафайлятся, то в Build не заберется, да? Ну, это уже Continuous Integration. Здесь у нас все локально работает. Где он будет тебе благодарен за это? Итак, смотрим. В моей Carmi.conf я подключаю свои файлы. Смотрим, исходный код. Исходный код у меня точно такой же, как мы уже рассматривали. Calculator App, Calculator Controller. Ничего нового. Смотрим тест. Они почти точно такие же. То есть, в принципе, тесты сами по себе точно так же и выглядят, как мы разбирали до этого. Просто они теперь ранятся по-другому. Их теперь запускает Carmi. Здесь какие-то вопросы по этому. Здесь все должно быть очень похоже. Потому что мы смотрели. И я запускаю тесты. Стой. Если вопросов нет. Сейчас. Почему он ожидает, что сков будет ноль? То есть, это начальное значение. Самое начальное значение. Два четвертая строка. То есть, я пишу scope z равно мой. В своем коде. Не уйдет. Спасибо. Ну, это точно не видно. Это не должно быть видно. Это ничего интересного. Это секретное. Я здесь просто захожу в свою папку с этим проектом. И здесь вот у меня в Package.json написано. Это про вопросы к Package.json. Вот, есть раздел scripts. И я говорю, что тест у меня, команда test будет вызывать вот эту команду. Karma start Karma Conf Jazz. Теперь я могу написать npm test. Ой, test. И заранее мы и тесты. Не заранее, потому что у меня версия будет. Вот запустился мой Karma Chrome. Который будет допускать тесты Karma. И вот у меня там есть четыре теста в этом проекте. И мне терминал сообщает, что выполнено четыре теста из четырех. Все выполнились успешно. Теперь я могу там какой-то тест. Я сейчас охрану. 2B1, например. Сохраняем. Теперь мне говорят, что выполнено из четыре из четырех. Один из них завалился. Какой завалился калькулятор сунг Z should be defaulted to zero. Поехали. А что оно не пишет прямо в браузере это? Для этого нужно включить режим дебаг. А зачем тебе браузер, если этот консоль запускает? Ты включаешь режим дебаг, открываешь свою консоль в хроме, например. И оно тебе здесь пишет expected 0 to be true. И здесь можешь даже дебажить свой код, который у тебя здесь есть. Ставим там какие-то бэкфоинты и так далее. Возвращаемся к нашим баранам. Это понятно должно быть. Понятно? Да. Не мучите, пожалуйста. Так, сейчас возвращаемся к нашим презентациям. Давайте перерыв. Давайте последний уже разберем. Да нет. Там еще большой пример. У меня заработали. Продолжение следует... Продолжение следует...